какая сегодня классная погода всем привет так на улице тепло вообще хоть обещали калима вот этот сахарскую пыль ничего-то ее пока не особо наблюдается может быть потом попозже я взяла главное жилетку надела с утра потом вышла с машины чарльбом а на улице то тепло не в машине оставил знаете чего бою меня бензин бою боюсь бензина прямо при пипец вообще я сегодня утром хотела поехать за это заправиться денег деньги не взяла сейчас быстренько доеду меня прямо на красном еще не горит ну блин мне такого никогда не было чтоб так мало бензина оставят тут не разъехаться так блин негде произъезжаться еще припаркуются где не надо твою дивизию есть такой поворот нужно сделать делать как говорят маневру сверху идут люди идите отсюда чарляж поперхнулся бедный надо и махнуш подышал сегодня так поработала и знаете все пришли в 11 вот все четыре человека в 11 я говорю вы чё офигели причем это ну там хорошо разрулила потому что одна на покраску другая непонятно чё 3 сидела ждала вот они как это вот сидят 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 все пошла мысли вслух называется в общем еду поздно уже домой благо я вчера себе сготовила покушать приготовила курицу алькури который я вам засняла ну это опять у меня ночной был ночной бздик так не загорелось там вроде ничего нормально и решила вот с курицу потому что я вспомнила что будет много работы потом я приеду голодные а надо будет еще а еще мне сегодня вечером ехать на работу тоже вот и не особо вечером в общем 4 пол пол четвертого мне надо уже будет выезжать на работу короче отдыхать некогда но завтра будем отдыхать знаете что бою еду и боюсь вдруг где-нибудь сейчас остановлюсь никогда такого не было что было так мало бензина потому что каждый день а завтра а завтра а завтра вот завтра завтра и еду будет стыдоба если сейчас где-нибудь остановлюсь ладно это сестра мужа стоит целая очередь блин на заправку не видит меня нас открыли такая очередь в этот городок пипец в одном езде страсть маш не маш блин что только народу еще будут здесь стоять ну хоть заглохну пускай тянут мне шланг досюдова досюдова не люблю я ждать очень не люблю меня бесит ждать придется вот у нас бензин стоит дизель евро 0 39 а 95 евро 14 15 очередь встал деловой я тут стою до чарли до поцелуй целую бесит бесит ой мениненько керосаки у меня тут навалено все подряд и куртка и все а ты ко мне хочешь ты конечно в очередь стали дружненько в общем сейчас буду готовить курицу аль курьи а или карий как это называется в общем обжариваю лучок перчик вот практически до готовности нарезала курочку в общем обжариваю это кокосовое молоко там написано что перед употреблением тщательно встряхнуть встряхнем столяной и посмотрим что тут ну а пока у нас тут лучок поджарился добавляем куркуму не знаю сколько вот какой запах пошел куркуму нет карри куркуму тоже добавим она вот она у меня кашу мясом не испортишь ну маслом мясом не важно так немного обжарим и добавим нашу курочку и будем обжаривать у меня мало масла потому что я не люблю чтоб масло было прям вот на минимум и обжариваем курочку уже вкусно друзья уже вкусно не смотри не смотри ты постоянно обжариваем до готовности курочки и продолжаем трясти молоко хотя мы уже употрясли давайте откроем посмотрим что здесь за чудо-юдо рыбаки потому что все прям кайфуют когда открывают я первый раз если честно такую готовлю поэтому вот он прям выглядит как мороженое смотрите какое классное ну говорят оно не очень вкусное как бы сейчас попробуем чего не переживайте сейчас все попробуем главное чтоб курица не сгорела боже как она пахнет она уже вкусно прям пломбирь как вкусно некоторые говорят что это не вкусно но это очень вкусно друзья прям ням ням няшечки очень вкусно чего люди говорят что невкусно смотрите пломбирь на палочки не смотри это наверное сливки общество я там рис варю параллельно поэтому сейчас у нас зажарится курочка и добавим молоко кокосовое я думаю что оно уже готово добавляем молоко прям всю банку а чё нельзя что ли жировать так жировать правда и все будем тушить минут десять о боже это наверное должно быть очень вкусно потом в конце добавлю остричный соус можно рыбный соус но вот у меня остричный тоже рыбный правильно так что все готовим дальше добавила соль и как всегда приправу вот эта у меня есть где-то здесь которая китайская сейчас могу ее еще найти гель нашла блин главное не переборщить она острая хватит помешаем ммм вкусно пахнет готовим ну что друзья у меня минут десять потушилось сейчас добавлю если он вылезет ой рыбный соус прям 200 две ложечки чайный и помешаем я его слепила рис еще минуты три покипит вот так и все курица готова рис у меня уже буквально сейчас сварится вон он почти готов осталось три минуты ну что буду пробовать свой рис с кури карри по-русски по моему да салат вчера вот такой понравился с этими с мидиями авокадо ну и чай всем приятного аппетита я и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ай! Не скажи мне, что ты снимаешь, ты снимаешь! Ты снимаешь? Да, ты что-то. Это ты должен уйти, чтобы вы не снимаете. Нет, я пишу музыка, но ты... И ты... Не, я... Не, 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 сегодня я пишу титл. Не пишу на нее, что ты... Да, да, да. Потому что я иди на мусики, и ты... Я уже закончила, уже темнеет, сейчас по этим дропам пройду по другим бенбараки, по улочкам вам покажу, какие тут улочки есть, улочки. Сейчас, в общем, смеялись с клиентками у нас про тему вакцинации, да. У нас сейчас вакцинируют людей старше 80 лет. И вот пришли мама, ей 84 года, с дочкой, значит, дочка молодая, кстати, ей что-то около 40 с лишним. И смеемся, она говорит, моего мужа про это, прививку-то сделали на той неделе. Я говорю, да, говорю, а тебе? Она такая, а я еще молодая, ему-то 88, а мне, говорит, всего 84. Мы смеяемся, я говорю, ну и что, говорю, хвост вырос или еще что-то. Она такая, да нет, пока ничего. Говорит, как огурчик, ничего даже и не заметил, что там было, что нет. А я смеюсь, говорю, а я вчера на канале сняла, что на Марс-то полетели. Ну и рассказала вчерашний влог, они как, давай смеяться. Она говорит, а дочка такая сидит, говорит, ну все, говорит, мой папа первый летит на Марс. Ой, не мой, в общем, у кого с чувством юмора все в порядке, тот и воспринимает все с чувством юмора. Друзья, ну а как иначе жить? Ну вот объясните мне. Все время, как здесь говорят о Маргаде, то есть все время на что-то жалуюсь, что все плохо, что там везде искать какой-то заговор, везде думать, что нас хотят что-то изгнобить, убить. Ну так же здесь жить невозможно. Жить нужно в радости, думая только о хорошем. Вот. А не так, что ждать из-за каждого угла, что тебя кто-то стрельнет, что тебя кто-то убьет, что кто-то тебя хочет там, я не знаю, что-то занести, что тебя кто-то хочет истребить. Ну так жить невозможно, это же ку-ку поедет вообще. И мне кажется, у таких людей она уже давно уехала. Они всю жизнь в страхе, жить невозможно. Боятся какой-то прививки, боятся чего-то всего. Живите в радость, думайте о будущем. Вот. И все наладится. Не все так плохо, как вы думаете. Чувство юмора тоже нужно иметь, как говорится. И в общем просто, ну кто понял, тот понял. Друзья, будьте, не знаю, попроще что ли относитесь к жизни. Никто вас не хочет убить, никому вы не нужны. Вот. Но если только вы неплохой человек и не навредили всему, как говорится, на кому-то, то никто и вас не захочет. Хочет убить, поранить или еще что-то. Правильно? Я хожу и не боюсь никого, потому что никому ничего плохого не сделала. Вот. И радуюсь жизни. Иногда печалюсь. Но печалюсь не потому, что мне кто-то что-то сделал, а потому что вот в жизни так получается, что не все получается, как мы хотим. Но это зависит не от какого-то другого человека или от какого-то вируса или от какой-то, а это зависит просто от жизненных ситуаций. Ситуации были и будут разные, но не от того, что там кто-то мне хочет сделать или что-то. Все зависит от вас, все в ваших руках. Вот вы как себя поведете, так вы будете жить. Либо вы будете жить все время в страхе, что у вас кто-то хочет что-то с вами сделать. Либо вы просто будете принимать жизнь такой, какая она есть. Конечно. И все будет хорошо. Вот это я загнула. В общем, сейчас мы едем с Чарли. Вернее, я еду. Так пахнет вкусно дымом. Валди. Ко-что купить. И все. Так сегодня устала. Видите, какие у меня клиенты, друзья. Поэтому это же не потому, что там, я не знаю, я такой херовый человек, а вот и меня отравить кто-то хочет. А просто люди хорошие. Люди хорошие. Я с ними по-хорошему, и они со мной по-хорошему. И все. И сразу появляется настроение. И сразу, как говорится, хочется жить. Ничего особенного не купила. Что-то ничего не было. Знаете, вкусненького, потому что перед закрытием была и тыковку купила. Буду супчик варить. Тыквенный ополаскиватель. Итак, по мелочи. Вот. Пойду влог монтировать, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Наши посиделки. Ужинать не буду, потому что уже поужинала. Чайку попью. Вот, чайку можно попить. Вот. И буду с вами прощаться до завтра. Завтра в русский сходим. Потому что семечки хочется. В дождь передают. Ну, в дождь передают после 12. Так что успеем еще погулять, сходить. Вот. Так что всего самого лучшего. И всем пока-погода завтра.